Ленинград Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Ровно 77 лет назад, 27 января, Ленинград был полностью освобожден после 872 дней блокады. Она унесла жизни от 500 тысяч до полутора миллионов человек. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор. От фашистских бомбежек погибли лишь 3% людей, остальные 97% от голода. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С тех пор жителей блокадного Ленинграда судьба раскидала по разным уголкам страны. Сегодня в Химках проживают около полусотни блокадников, в их числе Лилия Степановна Зиновьева. К началу войны она вместе с мамой жила на улице Малой Пушкарской. Отец ушел на фронт и почти сразу же пропал без вести. Лилии Зиновьевой еще не было и трех лет, когда началась блокада Ленинграда. Шли бомбежки, но спасибо Ленинградскому радио, оно работало все-таки метроном. И на улице были круглые такие громкоговорители, через которые сообщали о приближении самолетов. Одна из бомб попала в соседний дом. У нас дома, как вы здесь видите, имеют общие стены, в которых вентиляция проходит между этими стенами. И вот попала бомба в дом 26, а мы жили в доме 28 на первом этаже. И моя кровать стояла перпендикулярно стене, в которой была вентиляция. Я играла на противоположной стороне этой кровати. И когда бомбу попала в дом 26, соседний, посыпались кирпичи из вентиляционной дверцы. И если бы я была на этой стороне кровати, играла, то меня бы этими кирпичами, огромными кусками убило бы. Я уцелела, но очень испугалась. И когда пришла мама, я не знаю, где она была. То ли за хлебом выходила, то ли еще где-то. Она, в общем, пыталась открыть дверь, а я закрыла ее уже на задвижку с внутренней стороны. И только кричала, мама, меня обижает немец, мама, меня обижает немец. И вот с этих пор я очень сильных ударов, громких таких, боюсь, я вздрагиваю всегда. Лилии Зиновьевой и ее маме, можно сказать, повезло. Блокада для них длилась 8 месяцев. Из-за плохого самочувствия мамы их эвакуировали. В 1942 году, в самое тяжелое время, блокадное, когда хлеба, практически 125 грамм, давали по карточкам детям и неработающим. Мама не работала, потому что я была маленькая. И, конечно, не хватало. И мама, может быть, часть своего пайка отдавала мне. И нас в 1942 году, потому что мама, вот здесь трофея уже была, цинга у нее была, вывезли, вывозили через Ладожское озеро. В мае где-то моей двоюродной сестры муж, он был водителем главного врача военно-морского госпиталя. И вот на санитарной машине вместе с врачами нас вывозили. И потом вот мы приехали в Кировскую область, там находился мамин брат с семьей. И это было 20 километров от самого Кирова. И там в бараке, в общем, дядя взял нас, выделил маленькую темную комнату. Мама слегла. Мама не вставала очень долго, потому что заболела. А я, когда приехала, вот тетя моя все смеялась надо мной. Когда вошли в комнату, вытащили чугун с кашей, я схватила его руками. И мне так хотелось этой каши. Они боялись, что я с голоду могу даже чуть ли не умереть, объевшись этой кашей. Уже после снятия блокады вместе с мамой Лилия Степановна вернется к себе домой. Но, как окажется, их квартиру заняли уже другие люди. Им выделят другую комнату в соседнем доме, где они проживут еще много лет. Это мама моя, которая спаси, а я все время ее помню. Она меня уберегла. Если бы не она, конечно, живым. Не выжить было бы, голод не перенести. И потом она много, конечно, уделяла вот внимания. Видите, она никуда не пошла на лучшую работу устраиваться. Все время старалась, чтобы я была у нее на виду. Встречать и после школы, и там, и так вот. После окончания школы Лилия Зиновьева отучилась в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Работала на предприятии по производству лекарств. Затем было знакомство с будущим мужем, который работал в области ракетостроения. После переезда в Химке вслед за мужем Лилия Зиновьева сменила профессию. Устроилась на энергомаш, занималась нанесением покрытия на детали ракет. Молодым ракетостроителям выдали двухкомнатную квартиру в Сходне, где Лилия Степановна живет до сих пор. Сегодня пенсионерка состоит в общественной организации блокадников Ленинграда в Химках. Мы вот собираемся, у нас на улице Московская, дом 9, есть комнатка, и мы там собираемся, короче говоря, иногда встречаемся. А так ездили вот по городам, были быстрые, где мы только не были. Даже вот и в Софрино ездили, и в одну, и в другую сторону Подмосковья. В общем, посещали все разные города, она старалась нас вывезти. И музеи организовать, добивалась выделения автобуса, и на автобусе мы ездили. И ездили даже в Ленинград. Ежегодно в Химках проходит традиционное мероприятие, приуроченное к годовщине снятия блокады Ленинграда. Блокадникам вручают благодарственные письма и поздравляют с Днем воинской славы. В прошлом году впервые в Химках провели акцию «Блокадный хлеб», куда пригласили школьников. Подрастающему поколению наглядно рассказывали, чем питались и как героически люди сумели выстоять, несмотря на рекордные морозы и голод. Чтобы, когда их не станет, мы продолжали помнить о силе духа ленинградцев и о том, что они сделали для нашего Отечества. Продолжение следует...